И снова здравствуйте! С вами на связи интернет-магазин Antilife.com.ua И сегодня я запишу для вас обзор на новинку под названием Zopo C2 версия Platinum. Как вы уже можете понять, данная модель имеет 16 гигабайт встроенной памяти, имеет Full HD экран, имеет увеличенную мощность процессора, то есть тут уже установлен процессор MTK6589T, то есть турбированный. Давайте посмотрим, в какой коробке поставляется данная модель. Вот такая вот заводская упаковка. Тут написано Zopo C2. Вот здесь написано C2 MTK6589T. Комплект у нас довольно-таки хороший. Есть у нас вот такой вот чехол-книжка оригинальный к данной модели. Вот такой вот он рифленый. Стандартный один аккумулятор на 2000 мАч, который стоит уже в телефоне. Пленка, зарядка, USB кабель и гарнитура, либо наушники. Перейдем к внешнему виду нашего смартфона. По предварительным данным, есть такая информация в интернете, да и от поставщика тоже, что данная модель, именно Zopo C2 Platinum, предоставлена только в белом цвете. То есть она выпускается именно в такой расцветке, в таком варианте, в глянцевом. В черных их пока не предвидится. Стандартно Zopo серии ZP980 и серии C2, они изменяют своим привычкам. Все тот же дизайн, все те же очень тонкие, аккуратные формы. Спереди у нас есть три сенсорных кнопки. Датчики, камера, динамик. Тут у нас есть кнопка включения, разъем под наушники, качелька громкости, микрофон и USB. Сзади крышка у нас белая, глянцевая. Тут у нас идет 13-мегапиксельная камера с вспышкой и с автофокусом. Логотип Zopo вот такой вот. Давайте перейдем непосредственно к нашему смартфону. Обычно я начинаю обзор с программки Antutu. Данная программа показывает количество баллов, набранных данным смартфоном. 14-237. То есть, как вы можете понимать, в данной модели установлен именно MTK6589T с частотой 1,5 ГГц. Видим, что модель Zopo C2. Вот такой вот процессор. У нас на борту идет гигабайт оперативной памяти и своей памяти у данного смартфона 16 Гиг. Камера основная, задняя у нас на 13 мегапикселей. Передняя камера интерполирована до 8, а на самом деле это реальных 3 мегапикселя. Прошивка у нас отличная. 4.2 Android. Полноценный русский язык. Нигде никакого китайского софта и в помине нет. Все отлично воспроизводится. Все очень быстро листается. Грант просто шикарнейший. Как и в любом другом Zopo 980, либо C2 обычном. Ну, нельзя вообще ни к чему придраться. Давайте посмотрим картинки, насколько ярко воспроизводится все это. Постараемся посмотреть углы обзора на некоторых из них. Яркость экрана у меня выставлена на максимум. Идем дальше. Давайте посмотрим, как наш смартфон справляется с тяжелым видео в формате МКВ. Звук, кстати, тоже довольно-таки громкий в данном смартфоне. Также наш смартфон отлично справляется с офисами, с софтовыми задачами, с офисными приложениями. Давайте посмотрим PDF-журнал. Как он быстро открывается, насколько легко работает или нелегко. Сейчас посмотрим. Вот у нас есть PDF-журнал, который пролистывается, подгружается вот так вот. Можно увеличивать картинку. Все читабельно и все хорошо работает. Идем дальше. Опять же, по поводу прошивки. В нашей прошивке установлен с завода Play Market. То есть, он рабочий. Он отлично позволяет скачивать любые игры, любые приложения. Прогружает данные. Можно устанавливать прямо отсюда. То есть, вообще без проблем. Вот при вас устанавливаю игру. Вот она скачивается. Либо здесь. Вот она установлена. И вот она играет. Идем дальше. Давайте посмотрим, как смартфон справляется с браузерами, с интернетом. Насколько быстро прогружается все. Интернетом пользоваться очень удобно, потому что touch очень отзывчив. Мы можем в любой момент посмотреть необходимую нам информацию. Мы можем заходить по различным сайтам, смотреть, читать текст, изучать и тому подобное. Можно в такой вариации работать с телефоном, что тоже очень удобно. Как видите, качество Full HD дисплея просто поражает. Идем дальше. Давайте посмотрим, как наш смартфон реагирует на YouTube приложение. Насколько быстро он прогружает видео. Видео в формате Full HD. Прогружает долго. Также хочется сказать по поводу игр. Несмотря на то, что данная модель обладает процессором TK6589T, нами было замечено, что на различных прошивках смартфон с играми себя ведет абсолютно по-разному. То есть, буквально от прошивки зависит, пойдет ли игра тяжелая, тяжеленная с 3D графикой. Игра, как полагается, либо она будет тупить. Давайте посмотрим. Мы особо не заморачивались, чтобы идеально привести игру, чтобы она максимально не тупила. Но при этом довольно-таки хорошо все идет. Давайте посмотрим, как это все играется. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Стоит также напомнить вам, что камера в данном смартфоне на 13 Мп, а фронтальная интерполирована до 8 Мп. Давайте посмотрим примерно, как фотографируют, а основное фото и видео вы сможете просмотреть уже непосредственно под видео по ссылкам, которые мы разместим для вас. Отлично работает автофокус, вспышка. Давайте посмотрим, какие же получаются у нас картинки. Как видите, качество очень хорошее. Из настроек для камеры у нас есть вот такая вот стандартная менюшка для 4.2 Андроида. Тут у нас доступно 13 Мп, а съемка видео доступна в формате HD. В целом смартфон. Он получился очень такой добротный, как и вся, собственно, линия от Zoppo, как и любой другой смартфон от Zoppo. Мы еще запишем для вас видео, видеообзор, краткие сравнения с моделью ZP980, чем они отличаются, отличаются ли они вообще. Рассмотрим, почему эта модель немножко дешевле. Но я хочу сказать, что процессор дает о себе знать. МТ-Карсет 589T, он немножко увеличивает производительность. Плавнее работают как и рабочие столы, так и лучше работают игры. Для игр, конечно же, нужен подбор кэша. Не все так просто. А так аппарат плюс вот такой вот чехол книжка, что большая редкость для этой модели, для этого форм-фактора модели. В принципе, за эти деньги довольно достойный аппарат со своим комплектом. Спасибо за внимание. Всего доброго. Продолжение следует...